Неделя на Дану. Расскажем, что было сегодня и напомним о важных и интересных событиях. В студии Анастасия Натальевич. Здравствуйте. От 1-го А до 1-го У в Ростовской Левенцовке открыта самая большая школа на юге России. Найти школу, в которой есть 1-й У, мы не сможем, даже если очень хорошо и внимательно будем искать на территории всей Ростовской области. Открытый урок «Телемост с президентом» Владимир Путин ответил на вопросы российских школьников. Дон представила 47-я Ростовская школа. Выплаты с федеральных денег пошли на счета погорельцев. Василий Голубев доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий ростовского пожара. Самая главная проблема, которая беспокоит людей, конечно, жилье, утрата имущества. Преображение самого большого двора многородов. Два донецких гектара станут комфортными к началу ноября. Домогонные, будут цветы, кюльпаны. Там кто-то и бассейн уже требует. Сезон открыт. Ганбольный Ростов-Дон представил обновление состава и технического оформления. Я вместе с Ростов-Доном уже около месяца. Здесь отличная атмосфера. Я счастлива быть в этой команде и играть с этими девушками. Первое сентября, как второй Новый год. У школьников и студентов он учебный. День знаний празднуют почти 411 тысяч юных дончан, в том числе 44 тысячи первоклассников. У взрослых тоже новый этап. Возможность собраться с мыслями и начать новую жизнь после беззаботного лета. Иногда так и тянет. Хоть ручку и блокнот новый купить. Школьная привычка. 24 школы страны одновременно приняли участие во всероссийском открытом уроке с президентом России. Урок провели в режиме телемоста из Ярославля к открытию всероссийского форума «Россия, устремленная в будущее». Дон представила ростовская школа номер 47. Здесь Владимир Путин не просто президент, а главный лектор с самым масштабным в России открытого урока. Вопросов к такому учителю, конечно, много, а задать их смогли единицы. В их число ученица 11 класса Вероника Вравенко, увы, не попала. А интересовала ее деятельность госкорпорации «Росатом». Речерняя компания «Росатом», кажется, хотят расположить производство как раз-таки вот этой самой ветроэнергетики на территории предприятия «Атомаш» в Волгодонске, в Ростовской области. Хотелось бы узнать, какие специальности будут нужны для того, чтобы как-то создать свою жизнь с этим. Работе предприятия «Атомной энергетики» интересовались и в других регионах. Владимир Путин рассказал о продвижении отечественных ядерных продуктов за рубежом. Есть специалисты «Росатом» в целом. Это надежная, высокотехнологичная сфера, безусловно, является одной из сфер деятельности, где Россия демонстрирует высокую конкурентоспособность. На уроке всего 19 из 45 выпускников 47-й ростовской школы. И они не понаслышке знают, что такое профориентация. К своему прекрасному далеко школьники готовятся с конца 8-го класса. А открытый урок профессионали навигации только помог сделать выбор окончательно. Прежде всего хочу разработать утилизацию вот этого урана, который разлагается и дает энергию, а назад нужно его куда-то девать. И это, конечно, очень опасно, но если проектировать, то, в принципе, опасности особо не представляет. Близ вопроса можно было задать не только президенту, но и руководителям крупнейших российских предприятий и фондов. Уважаемый Кирилл Виткорович, можно быть успешным в современном мире без высшего образования? Может быть, это пережиток прошлого? Руководитель фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов к успеху без диплома относится положительно, но только лишь при одном условии. Дипломы высшего образования не являются ценностью. Важно то, какую базу вам дают при обучении в ВУЗе, при обучении в университете. Если это хорошая база, это значит, это образование стоит того. Если это просто бумажка, просто диплом, то она никому не нужна. И никакой работодатель уже не смотрит просто на диплом. Это уже пятый онлайн-урок в России. Такие форматы обретают популярность среди выпускников. Им важно знать будущее уже сегодня, чтобы понять свою востребованность в профессии после окончания ВУЗа. Юлия Сурикова, Сергей Яковенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Только классов для самых маленьких – от 1-го А до 1-го У. И всего почти полторы тысячи учеников. Самая большая школа на юге России открылась сегодня в Ростовской Ливенцовке. Построили ее с нуля за два года. У нас сначала страшно, а потом уже становится хорошо. И даже очень хорошо стало, когда началась линейка в самой большой школе. Здесь только начальных 15 классов, и можно найти даже 1-й У. Мы все знаем школы и классы, в которых есть 1-й А, 1-й Б, 1-й В, ну еще несколько букв. Но найти школу, в которой есть 1-й У, мы не сможем, даже если очень хорошо и внимательно будем искать на территории всей Ростовской области. Первая школа в Ливенцовском микрорайоне рассчитана на 1400 учеников в одну смену. Поэтому опасений не попасть в новое учебное заведение у мамы-первоклассницы Марии и Шкарины не было. Они живут через дорогу в английском квартале. Так что отвезти дочку перед работой много времени не понадобится. В школе с техническим уклоном современная компьютерная и исследовательская техника. Во всех классах интерактивные доски и проекторы. Есть информационные, библиотечные и робототехнические центры с 3D-принтером и возможностями интерактивного обучения. А также кабинеты внеурочной деятельности для интеллектуальных игр и развития творческих способностей. И даже свой шахматный клуб. Я буду ходить и хочу, чтобы я лучше играл в шахматы. Здесь будут работать более 90 педагогов. Причем треть из них – молодые учителя, которые только начинают свою педагогическую карьеру. Есть, конечно, и заслуженные преподаватели со стажем, больше четверти века, победители нацпроектов и конкурсов. В качестве учителя попробовал себя и губернатор. Василий Голубев провел первый урок, посвятив его 80-летию Ростовской области, рассказывая об истории и заслугах региона. Подселяние в последние 4 года особенно хорошо показывают, что такое сельский труд и как они могут трудиться. В этом году ранние зерновые, это 90% всей оборочной компании, 12,3 миллиона 300 тысяч тонн – это первое место в Российской Федерации. Теперь и новая школа занимает первое место на юге России по числу учеников и площади 23 тысячи квадратных метров. Для физического развития детей здесь есть бассейн и спорткомплекс с беговыми дорожками, футбольным полем, тренажерами и площадками для баскетбола и волейбола. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Ее ученики сдают ЕГЭ на высокие баллы, побеждают в областных этапах «Что, где, когда» и отлично играют в гандбол. 95-я Ростовская гимназия празднует юбилей. Сегодняшняя торжественная линейка уже 50-я. Я пришла в настроение хорошее. Хочу в школу. Для Марины Хамчеевой и ее одноклассников сегодня первый день знаний. И вдвойне приятно, что юбилейный для гимназии. Полвека назад здесь начали учить юных ростовчан грамматики и арифметики. Теперь хвалятся высокими результатами ЕГЭ. Добились, наверное, наивысших результатов за историю этой гимназии. Профильная математика 81, 82 русский язык. Это высокие очень результаты. Четыре золотых медалиста. Мы обретаем силы, берет Россия. В будущее России всю душу вкладывают учителя. Ими гимназия гордится особо. Главное – любовь, наверное, желание работать, что-то сделать для них интересное. И думаю, все получится. Старания учителей заметны. Гимназисты приходят сюда не только за знаниями. Заверяют – эта школа действительно второй дом. В школе процветания, чтобы она была такой же для нас родной. И приносила нам каждый день радость и счастье. Среди выпускников гимназии – ученые и генералы, депутаты и руководители высшего уровня. Гимназия номер 95 – это одно из ведущих учреждений Советского района. Показатели единого государственного экзамена по ряду предметов – это лидирующие позиции в сравнении с другими образовательными учреждениями города. Над результатами – учебными, спортивными и творческими – нынешние ученики обещают работать с удвоенной силой. И это будет лучшим подарком гимназии в юбилейный год. ЮФУ в День знаний показал свои лучшие инновационные разработки полпреду, губернатору и новоиспеченным студентам. На торжественное собрание пригласили лучших первокурсников, победителей Олимпиад и стобальников по ЕГЭ. Нефтяные разливы на воде и почве легко ликвидируют шелуха подсолнечника. Такое открытие совершили почвоведы ЮФУ. Это зеленая химия, рассказывает Светлана Сушкова губернатору. Природа сама поглощает вредные для нее вещества. Сорбент изготавливают из шелухи подсолнечника, которой в Ростовской области очень много, более 600 тысяч тонн в год, которую отжигают, пакетируют. И это, собственно говоря, имеет огромную проблему утилизации. На мой взгляд, десятая доля ненужных отходов шелухи подсолнечника способна восстановить загрязненные почвы всей Ростовской области. Проект поддерживают научные фонды. Однако для запуска производства нужен бизнесмен, готовый вложить в идею пару миллионов рублей. Василий Голубев инновацией заинтересовался и обещал с поисками инвестора помочь. В современной экономике не обойтись без инноваций и специалистов по информационным технологиям. Таганрожец Никита Прошкин побеждал в Олимпиадах по разным предметам, а карьеру намерен строить в сфере информационной безопасности. Учиться готов и семь дней в неделю. Это никогда не надоест, потому что это новое, это интересно, это весело, классно. Но в то же время это затруднительно именно в том плане, что времени мало на безделие, так скажу. Из таких студентов и вырастают грамотные специалисты, способные вывести свои компании на новый уровень. Нам необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать разрыв между образованием и производством. Для достижения вышеуказанных целей, сегодня первоопределяющим приоритетом является подготовка кадров по техническим и информационным специальностям. В ЮФУ готовят квалифицированные кадры почти по двум сотням направлениям. Есть образование, есть движение. Есть движение, есть победы. Я хочу каждому из вас пожелать этих побед. Одним в первый день студенчества, другим завершая учебу в УЗИ, третьим трудясь на производстве, а всем нам ощущение того, что наш труд – это результат. На сегодня в ЮФУ учатся 27 тысяч студентов. Мария Идрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Сразу два звонка дали сигнал на первый урок нового учебного года в 52-й ростовской гимназии. Так и слышно, призыв за парты лучше, и больше детей смогут воплотить родительские мечты. Детскую мамину мечту исполнила Катя Орел. Возможность дать первый звонок первоклассница получила благодаря хорошей учебе и примерному поведению на подготовке. Я немного волновалась, что вдруг у меня что-то там не получится, может быть. Я всю жизнь мечтала позвонить в звонок, и я очень рада, что это осуществилось в моей дочке. Потому что мы всегда смотрели с такой завистью. Какое счастье, они звонят. И вот это вот мне запомнили. А нести звонившую первоклассницу посчастливилось Григорию Костину. И тоже заслужено, как отличнику и активисту. В первом классе оно было намного все серее. Как-то не так радостно. Сейчас, так как я еще повзрослел, шарики, все, школа новая, покрашена. Это намного интереснее все проходит. Пока я в школе, я хочу насладиться просто школьной атмосферой. Потому что через год этого всего не будет. Интересно, что в этой школе звонили на первый урок две пары школьников. Учителя начальных классов замечают, каждый год первоклассники разные. Наталья Курылева в этом году будет одновременно учить первоклассников и уже у взрослых третьеклассников. И использовать старые программы и идеи для новичков не будет. Всегда что-то обязательно нужно делать новое, потому что дети идут разные. Дети идут хорошие, развитые, но они совершенно все другие. Я хочу пожелать, чтобы этот учебный год был для вас успешным в первую очередь. Конечно же, для кого-то это первый год незабываемый, для кого-то последний, полный событий, волнений. На линейке выступали активисты гимназии и, конечно, с первым словом первоклассники. Папа чистил мне ботинки, стряхивал с меня пылинки. Мама мой большой портфель собирала целый день. Саша Чувилин рассказывает не про себя. Уж портфель-то он уверенно собрал сам. Там карандаши, пенал, еще титуратка, дневник и все. Публики дети не боятся и стихи запомнили быстро. Спокойно. Сначала спокойно, а потом, когда рассказала, еще спокойнее стало. В мир знаний через 52-ю гимназию отправились 96 первоклассников. Первый урок знакомства, самый легкий. Говорили о дружбе, о мире. А в гости к ним в этот светлый день приходило солнце. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. К другим темам. Выплаты ростовским погорельцам из первого федерального транша в 79 миллионов рублей начались на этой неделе. Об этом Василий Голубев сообщил Владимиру Путину на совещании в Анапе. Президент собрал губернаторов, пострадавших от сильных пожаров Ростовской и Волгоградской областей, а также главу МЧС. В первом и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как министр докладов, к сожалению, приходится изучать версию специальных поджогов, и в том, в другом случае. Президента интересовало, какие конкретно меры принимаются для ликвидации последствий ЧАЭС и возмещения ущерба погорельцам. Глава Донского региона отчитался, из пунктов временного размещения всех людей переселили в гостиницы или при желании во временные квартиры маневренного фонда. Все получили единовременные выплаты от города 20 тысяч рублей и 30 тысяч от области. В семье погибшего мужчины выплачено полтора миллиона рублей. Самая главная проблема, которая беспокоит людей, конечно, жилье, утрата имущества. Этой работой будем заниматься индивидуально, пока не найдем решение по каждому человеку, который в результате пожара пострадал. После обращения губернатора к правительству России с просьбой выделить для пострадавших 605 миллионов рублей, первые деньги больше 79 миллионов выделены из резервного фонда правительства в понедельник. На что хочу обратить внимание? Чтобы волокиты не было. Особенно связанные с оформлением документов. Где взять документы, если они сгорели? Поэтому это все нужно держать на контроле, чтобы они относились к людям поверхностно и бессердечно. Владимир Путин поручил продолжать оказывать погорельцам всю возможную помощь. Ситуацию с пострадавшими в ростовском пожаре обсуждала на этой неделе вся страна. Известный телеведущий Андрей Малахов пригласил в студию погорельцев. Среди спикеров был и председатель ЗАГСобрания области Александр Ищенко. Накал страстей, свойственной передачи Малахова, конечно, был. Но основную мысль все же удалось высказать, несмотря на то, что это было весьма сложно. В этом районе земли выделялись после Великой Отечественной войны. 43-м, 44-м, 49-м. И не у всех граждан оформлено право собственности. Но в любом случае все те, кто там жил, все те, кто там жил, получат все те компенсации, выплаты и жилье, которые предусмотрены. Депутаты Госдумы, ЗАГСобрания и Гордумы каждый день ведут личный прием ростовских погорельцев в Центре правовой поддержки граждан на Станиславского 302. Индивидуальное решение ищут для каждого. Кто-то не был прописан в сгоревшем жилье, у кого-то не оформлено право собственности на дом или на землю, кто-то не успел вступить в наследство. У нас сложная ситуация по вступлению в наследство, потому что мы не успели, так как произошел пожар. Но адвокаты дали очень хорошую консультацию, все разъяснили и сказали, что над нашим вопросом работает и в течение нескольких дней нам уже сообщат, что нам делать больше. Специалисты Центра помогают оформлять документы для получения материальной компенсации и жилищных сертификатов. Каждый пострадавший может получить личного бесплатного адвоката. И вот что еще о событиях недели расскажем далее. Преображение самого большого двора моногородов. Два донецких гектара станут комфортными к началу ноября. Два дона, будут цветы, пюльпаны. Там кто-то и бассейн уже требует. Сезон открыт. Ганбольный Ростов-Дон представил обновление состава и технического оформления. Я вместе с Ростов-Доном уже около месяца. Здесь отличная атмосфера. Я счастлива быть в этой команде и играть с этими девушками. Три недели до старта. Баскетболистки Ростов-Дона-Юфу усиленно готовятся к сезону. С точки зрения функциональной подготовки, вот даже сегодняшняя тренировка показала, что мы шажок вперед сделали. Поэтому, ну, скорее да, чем нет. Самый крупный двор донских моногородов преображается. Его площадь два гектара. Находится он в Донецке. Обустраивается по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В ходе два зона, будут цветы, кюльпаны. Там кто-то бассейн уже требует. Вот 20 человек. 26 миллионов, сказали, маловато. А надо еще миллиона пить, чтобы бассейн здесь и фонтан нам построили. В проект благоустройства этого двора хозяева бассейн и фонтан не включили. Для них главная практичность. Асфальт, плитка, плюс тренажеры, детские игровые и спортивные площадки со специальным резиновым покрытием. В проект формирования комфортной городской среды дворы попадают по инициативе их жителей. Жители действуют очень активно. Порядка 500 в ходе заявочной кампании заявок было подано. Из них отобрано, конечно, не в полном объеме. Но все оставшиеся заявки, они перейдут на последующие периоды, на 18, 19, 20, 22 годы. Ну и с учетом того, что сегодня заявочная кампания, она не останавливалась. Двор в 2 гектара преображают уже месяц. Для начала убрали старые 40-летние деревья. Здесь, в общем-то, весь район, он был, ну, испещрен, скажем так, воздушной линией теплотрассы. И плюс еще и сети электроснабжения, точно так же здесь вот по району проходили воздушно. 840 метров старой теплотрассы, как и провода электросети, опустили под землю. Для восьми многоэтажек обустроят проезды, гостевые парковки, поставят урны и лавочки. Появится 20 светильников с солнечными батареями. Это все для жителей бесплатно. А за их счет установят камеры видеонаблюдения, которые потом подключат к системе «Безопасный город». Данный проект предусматривает финансирование федеральное, субъектовое, местное. И также доля, 1% финансирования жителей. Стоимость проекта самого большого двора – 26 миллионов рублей и 1% жителей. Это озеленение строительства детской площадки и спортивность тренажерами. Взнос жильцов был разовым. С трехкомнатной квартиры вышло 530 рублей. В июне месяце мы ввели квитанцию 530 рублей 60 копеек. Если, чтобы вам было понятно, 8 рублей 41 копейка с квадратного метра. Потому что у нас все коммунальные услуги рассчитываются по квадратным метрам. И мы точно так же сделали. Единожды удержали все. По этой же программе в Донецке преображают одну из центральных улиц – проспект Мира. Ассортимент примерно тот же. Замена плитки, установка лавочек, урн, фонарей, высадка кленов и кустарников. Полностью комфортными улица и двор станут к 1 ноября. Екатерина Лободина, Алексей Масленников. Дон-24. Донецк. Ганболистки Ростов-Дон объявили начало нового сезона и назвали его по аналогии с популярным гаджетом – «Ай-сезон». Обновление представили и в составе, и в техническом оформлении жизни команды. А баскетболистки вернулись со сборов в Кисловодске и готовятся к предсезонному турниру в Самаре. Физкульт-привет. Начну с ганбола. После годовалого перерыва в ряды донских красавиц вливаются Оксана Цверенько и олимпийская чемпионка Марина Судакова. Из-за рубежа приехали бразильянка, победительница Лиги чемпионов с Бухарестов, чемпионка мира Маиса Пессоа. А также четырехкратная обладательница главного клубного трофея Европы, чемпионка Европы в составе сборной Черногории, призер Олимпийских игр Катарина Булатович. Я вместе с Ростов-Доном уже около месяца. Здесь отличная атмосфера. Я счастлива быть в этой команде и играть с этими девушками. Мы уже сыграли несколько матчей. Теперь нам предстоит серьезная борьба за очки в различных турнирах и везде добиваться нужного результата. В этом сезоне для болельщиков приготовили массу нового и интересного. Обновленный сайт, коллекция новой клубной одежды и игровой формы, а также сектор активного боления для детей «Кидс Саппорт». Так что скучно никому не будет. Сезон стартует матчем с Кубани за Суперкубок, а чемпионат страны 5 сентября. Первый матч Ростов-Дона дома со Звенигородской звездой. У баскетболисток сезон начнется на три недели позже. Баскетбольный клуб Ростов-Дон-Юфу вернулся со сбора в Кисловодске и отправился на предсезонный турнир. А на трехнедельных сборах в здравнице Кавказских минеральных вод тренерский штаб делал упор на функциональное состояние своих подопечных. До конца быть довольным нельзя, всегда хочется чего-то большего. Но в общем и целом по тем планам, которые наметили, по тем траекториям, по которым должны были пройтись, прошлись. С точки зрения функциональной подготовки, вот даже сегодняшняя тренировка показала, что мы шажок вперед сделали. Поэтому, ну, скорее да, чем нет. Сейчас команда в полном боевом составе. Вернулись все сборницы. Летом в разные сборные России наш клуб делегировал сразу семерых игроков. Бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира стали Осипова и Сдепская. Золото мирового первенства до 19 лет из Италии привезла новобранец команды Элеонора Олейникова. Впереди у наших девушек предсезонный турнир в Самаре. А сезон для Ростов-Дон-Юфу стартует 22 сентября. Стадии плей-офф Кубка России. Пожелаем нашим девушкам удачи. А на сегодня у меня все. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Пока-пока. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. До встречи через неделю. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин